Нихау! В Краснодар снова прибыла делегация из города-побратима Харбина. Почетных гостей за 10 лет взаимоотношений городов у нас встретили как добрых друзей. Председатель Гордумы Вера Галушко выразила сожаление, что в кубанскую столицу не смог приехать новый мэр Харбина. По китайскому законодательству чиновники не имеют права выезжать за границу первые три месяца после избрания. Позже ситуацию обязательно исправят и деловые контакты на уровне власти будут только укрепляться. Конечно же мы в этом году вместе с вами отметим наш 10-летний юбилей городов-побратимов Краснодара и Харбина. И естественно мы должны с вами выработать те мероприятия, в которых мы будем принимать участие. Но у нас есть задумка провести в Краснодаре в следующем году празднование Китайского Нового года. Но здесь конечно нам будет нужна ваша помощь и подсказка. Кроме того мы могли бы и вместе с вами реализовать совместный телевизионный проект. Тоже нам надо совместно подумать. Сегодня, когда наши страны уверенно идут навстречу друг другу, эта дружеская атмосфера особо важна, отметил вице-мэр Краснодара Виталий Косенко. Ведь не зря Краснодар и Харбин оба расположены на 45-й широте, а значит почти равнозначны аграрные возможности и есть чему поучиться друг у друга. Представители китайской делегации уже пригласили наших студентов в один из крупнейших аграрных университетов Китая. И к себе на научный форум. Два года прошло с нашей последней встречи и это очень много. Мы рады встрече и рады видеть самый любимый и красивый для нас город России, Краснодар, таким цветущим. Утром я вышел гулять и увидел, что город стал еще краше. В Краснодар в этот раз мы приехали с большим количеством проектов и идей как в культурной сфере, так и в сфере бизнеса и науки. Делегация Харбина предложила продолжить и торговое взаимодействие, причем больше всего заинтересованы в экологически чистых кубанских продуктах. С особым трепетом они вспоминали кубанскую черешню, которой их угощали в один из визитов в Краснодар. Спрос на нее в Китае был бы просто колоссальным, заверили харбинцы. Цена на эту ягоду у них в 6-7 раз выше нашей. Теперь надо продумать, как ее транспортировать. Обсудили и сферу, в которой перевод не требуется – культуру и искусство. В середине июня в городе Побратиме пройдет традиционный фестиваль «Харбинская весна». В нем планируют принять участие краснодарские коллективы.